Девушки отдыхают Два Сергея Викторовича, за что? Не вам, Трофимов, два А Сырникову Ну там гражданский вуд Им не важно, откуда ты принес аттестат Комиссия смотрит только на цифры Так что постарайся А ты реально куда собрался? Кудыкино-Гору И что там за училище? Кудыкино-Горская Откуда двойка по информации? Это случайно Ну а я что виноват, что он ко мне придирается? Просто у меня к вам есть очень деликатный разговор Да, слушай Это как называется? Мам А то ты не знаешь, как это называется И что дальше? А ты хочешь дальше? Руки убери Значит не хочешь? Я сказал, руки убери Да ладно, ладно Разве бога Это была всего лишь шутка, надеюсь, ты понял? А это была шутка? Конечно Смешно А ты со всеми так шутишь? Нет, не со всеми Просто настроение сегодня такое И ты еще совсем зеленый Без сна на сердце Каждый день без сна Весь мир живет Своим законом На перегонки с ветром Впереди любовь Где-то там Потому что у нас две дороги Главное Видишь, мы с тобой сидим В одном ряду Даже если у нас дороги Разные Видишь, ты идешь И рядом я иду И главное, внимательно читай уравнение А то чертеж неправильно построишь И все Пишите письма А то есть такие прытки Толком не вникнут и полетели Ясно Кстати Вот деньги Перебери Так, подожди Тут же много Ну как много Там за сегодня И за два занятия вперед А зачем мне вперед? Нет, знаешь Я так не люблю Вот давай я сначала отработаю Потом с тобой рассчитаемся Просто, Лиз Не надо больше сюда приходить Что значит не надо? Ну, я просто В тему въехал Так, подожди, Максим Ты что, обиделся, что ли? Я же тебе говорю Это была всего лишь шутка Да я понял У меня с юмором Тоже все тип-топ Просто я реально Тему схватил Ну, честное слово Я не думала, что на тебя Это произведет такое впечатление Да не парься Ты все нормально Тогда деньги забери Там за десять Занятия ровно Все по-честному Максим, подожди Так, Лиза, все Базар закрыт Огурцы закончились Давай, мне уже пора Давай Максим, надеюсь, ты не думаешь Что я... Всех благ В модуле размещаются функции процедуры Которые потом вызываются Из основного текста программы Так, хорошо А скажите мне, Сухомлин Сколько обязательных частей Входят в модуль? Ну, обязательных три Хорошо, три Может, вы их назовете? Первое, это описание модуля Так Потом, описание интерфейса Хорошо, и третье? Третье Третье Это, ну Там Функции описываются Сухомлин, я не спрашиваю вас Что там описывается Вопрос был, как называется Кто подскажет? Алексей Сырников Раздел реализации Имплементейшн Совершенно верно, садитесь Имплементейшн, да Ну что, Сухомлин Какие еще могут быть разделы в модуле? Инициализация и финализация Хорошо А в каком месте модули они располагаются? Что, опять нужна помощь зала? Кто скажет? Сырников Инкапсуляция Отлично, Алексей Сразу видно, Суворовец подготовился к занятиям Ну что мне вам поставить, Сухомлин? Тройку? Сергей Викторович А можно мне еще один дополнительный вопрос? Да Так точно Так точно Ладно Назовите мне три основные концепции Объектного программирования Ну, вы же просили вопрос дополнительный Первое Первое это Наследственность Не наследственный Сухомлин А наследование Есть разница? А, да, я это имел ввиду Перепутал Так Так Второе Второе Это Как его Блин Интересная концепция А, полиморфизм Правильно Третью назовете? Третья Ладно, Сухомлин Видимо, не судьба Садитесь Я сейчас вспомню Пока вы будете вспоминать Урок закончится А нам еще тему разбирать Кто назовет третью концепцию? Сырников? Инкапсуляция Правильно Ну, что ж Сухомлин На четверку вы не тянете А Сырникову пять Ооо А чего все загудили? Сырников активно работал с места По-моему, все очень справедливо Как вы считаете? А, товарищ подполковник Разрешите? Проходи, Степан Присаживайся Скажи мне, перепечка За что ж ты так физику не любишь? Почему это я ее не люблю? Вот я тебя и спрашиваю Откуда эта тройка? А, так это я случайно Слушайте, братцы Вы что, сговорились все, что ли? Ну, что у вас, у всех все случайно А военные училища, перепечка Принимают не случайно А закономерно А ты знаешь, что Самолеты, Степа, летают По законам физики? Знаю А если знаешь, так какого черта? Ты же нас вроде В летчики намылился? Или все-таки в летчики, залетчики? Товарищ подполковник Я исправлю Да дело даже не в этом Скажи, Степан Ты хорошо подумал? Насчет чего? Ну, насчет авиационного А, так точно Я очень хочу Понятно А я хочу на Луну В смысле, товарищ подполковник? В смысле Мало хотеть Надо еще это желание Как-то подкреплять Я буду стараться Понятное дело Видишь ли Степан Не каждый человек Может стать космонавтом Подводником тоже Не каждый может стать Вот и к летчикам Повышенные требования Особенно По здоровью Так я же это Здоров вроде Ну, здоров ты для неба Или не здоров Это будет решать Специальная медицинская комиссия Но лично я считаю Что твои габариты Как бы это сказать Не совсем вписываются В стандарты военной авиации Извини за прямоту Ты не обижайся, Степ Я все-таки твой Офицер-воспитатель Будет хуже Если тебе Об этом скажут На медицинской комиссии Чужие люди Когда уже ничего нельзя Будет исправить А сейчас что? А сейчас у тебя еще есть время Подбери себе Какое-нибудь Другое направление Танковое Ракетное Вот Замечательное Инженерно-техническое училище Да посмотри какие там Великолепные специальности Да после этого училища Людей с руками отрывают У них там Такой карьерный рост Говорят Дай бог каждому Представляешь 25 лет А ты уже майор Красота Товарищ подполковник А если я похудею? Можно конечно и похудеть Только Ладно ты Иди подумай С родителями посоветуйся Повторяю Время еще есть Только имей ввиду Оно очень быстро тикает Я понял Разрешите идти? Иди А за физику мне головой отвечаешь Есть Как перепечка? Это что за стриптиз? Я просто это Ну у меня зачесалось Зачесалось? Я уж думал Ты у себя там прессы ищешь Почему ищу? А разве он у тебя есть? Ну если напрячься О! Вот именно Степан Если напрячься Поработать как следует Месяца два Так что вот вместо буфета Спортплощадка А вместо булочек Перекладина Вот тогда может что-нибудь и получится Я булочки уже не ем Ладно не ест он Ну давай быстрее чешись А то обед скоро В свое время Шолохов С большим одобрением Отозвался О рассказе Солженицына Один день из жизни Ивана Денисовича Более того Он поддерживал поэму Твардовского Теркин на том свете И не раз высказывался О необходимости публикации Романа доктор Живака Бориса Пастернака Вы представляете Это в те времена Когда Все очень интересно Что это у вас Это что Наверное у вас тут переписка Твардовского и Шолохова Да Или это Стенограмма Солженицына Соболев Можно Так Ага Соболев Погодите Вы случайно аудитории не ошиблись Никак нет Да Серьезно На каком же уроке Вы сейчас находитесь На уроке русского литературы Да Что-то не похоже на то Что вот здесь у вас Обозначено в тетради На русскую литературу Может вы объясните Чем вы тут занимаетесь Решаю олимпиадные задачи Сборника МГУ А то есть Вы у нас олимпийц Понятно Так Скажите А чем же вы занимаетесь На уроках математики Неужели литературу читаете Никак нет Никак нет А по-моему Несправедливо Когда же вы занимаетесь Литературой Соболев Только честно Лев Михайлович Мне литература Для поступления Не нужна Как это не нужно Ну у меня математика Профилирующий предмет Вы знаете Лев Михайлович Вы же сами попросили Честно Значит так Вот это вот Все Заберете У полковника Ноздрева Только после уроков И пожалуйста Ну хотя бы 15 минут Уделите русской литературе Здесь у нас Занимайтесь Открыто Товарищ полковник Извините Вы заняты? Да нет Проходите Лев Михайлович Проходите Присаживайтесь Так Посмотрите Вот это вот Это знаете Это верх наглости Верх наглости Да Посмотрите Вы знаете Я Если честно Я не очень В математике силен Да не люблю ее Я тоже не очень Силен в математике А вот Суворович Соболев Очень силен Он так силен Что занимается Ну абсолютно На всех предметах На химии На литературе На военной Подготовки То есть Наверное А вот так Видите ли Это самое главное Остальные предметы Не нужны для поступления Это что Он вам так сказал? Не он Не в буквальном смысле Но что-то в этом роде Знаете Сверхгерзости Да нет Лев Михайлович Ну не может этого быть Вы понимаете Ну не может Суворович Не думать Об этой статье Ведь есть же Между прочим Рейтинги А кстати У него рейтинг Гораздо выше среднего Александр Михайлович Ну вы понимаете Если он так Будет расставлять Приоритеты То его рейтинг Очень скоро Упадет вниз Да Вы сами понимаете А скажите А кто ведет У них математику? А Третий взвод Белова Эмма Владимировна Ну так я так и знал Что? Это она ему втемяшила Что втемяшила? Ну вот то что Вы понимаете Этот предмет самый главный Остальные Так все это До кучи До кучи Не горячитесь Сейчас мы во всем разберемся Виталий Петрович Это Ноздрев говорит Скажите А Эмма Владимировна Еще не ушла? А А Ну хорошо Ну пусть как только закончишь Сразу зайдет ко мне Да Да Я жду Чай пьет Ну что ты Это ее стиль Так Это у нас Суворовец Перепечка Третий взвод Третий курс Нашла Ну и на что жалуемся Суворовец Перепечка? Да ни на что Я просто это Ну взвеситься хотел Взвеситься зачем? Ну так Чтобы вес свой знать Можно? Ну давай Я тебя взвешу Можно я сам? Ну давай Только обувь сними Хорошо Спасибо 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 Ну что Доволен? Извините А у вас Листочка нету? Спасибо Большое число Прекрасно Может быть Соболин Соболин вообще Не ходит на литературу Раз у него способности Не очень Ну зачем Ну зачем Вы преувеличиваете Литература Предмет тоже Очень интересный Но Ну согласитесь Александр Михайлович С точки зрения Литература Подождите на пару Часкова А вы тут Разберетесь А? Как? Подождите Энна Владимировна Да Между прочим Вам не кажется Странным Что математика Это единственная наука За которую Не присуждают Нобелевскую премию А за литературу Ее дают Нет Не кажется Просто Писаки Привыкли Творить За деньги А по-настоящему Великие вещи Делаются Бескорыстно Вот так Гуманитарий Чего это ты с третьим начинаешь? Ага Суп с компотом перепутал Ничего не перепутал Просто есть не хочется Чего? У тебя не хочется есть? А что это такого? Степ Это была попытка пошутить А, понял У тебя вчера приезжали родители Пайки навезли А что со всеми не поделился? Никто ко мне не приезжал Просто я сказал Не хочу есть Может и заболел? Слушай, достали вы уже, а? Слушай, Степ Может и попаститься решил? Может и попаститься Если вам от этого легче Между прочим Просто необязательно Семь соблюдать Детям, больным И беременным Паститься необязательно Ну я по телевизору слышал Слышал, Печка? Так что зря ты это Ты у нас по всем статьям подходишь Дурак ты, Макар Да ладно, не обижайся Я же пошутил Дурацкие у тебя шутки Степ У меня просто вырвалось Случайно Нет? Ну хочешь, я тебе Второе отдам свое А, блин, забыл Ну возьми компот тогда Степ Товарищ преподаватель Третий взвод Кроку алгебры готов Отсутствующих нет Заместитель командира взвода Вице-сержант Соболев Садитесь Все, кроме Соболева Соболев Вам пять За что пять? За пять, ТМ, Владимир А вы что, недовольны? Да не, я просто не понял Просто Я видела ваши Решения Олимпиадных задач Блестяще Может быть у вас И не очень Ладится с литературой Но вы не переживайте Математика Вот ваш предмет Так что Вперед на мины Молодец, Соболев Творите Садитесь Я повторяю вопрос Кто намазал доску парафином? М? Чью светлую голову пришла эта свежайшая идея? Вы явно первые, кто до этого додумался Вы что думали? Раз смело не пишет Значит урока не будет Так что ли? Ну что языки проглотили? Или вы думаете, я не узнаю, кто это сделал? Вынужден вас огорчить Вы ночью, извините за выражение Пукните под одеялом А я на утро уже буду об этом знать Это как пукнуть надо? Я не понял А вы что здесь делаете? Товарищ подполковник, мы это Что вы это? В библиотеку идем А я что, похож на библиотекаря? Никак нет Тогда ноги в руки и шагом марш Есть Ну что, рационализаторы У вас 10 секунд, я жду Ну, сосы, ну придумали Мы так в пятом классе прикалывались Как так? Ну, в дневник про Афина намаж Училка пару ставит, а ручка не пишет Ну тебе что, сейчас-то пары ставили? Ну, мне нет Ну, парни делали придурки А ты, Степа, значительно умный, да? Себя вспомнит? А что вспомнит? Ну, а кто БМП стул со сумной ножкой подсунул? Так это когда было? Когда? А, ну, на первом курсе Ну, а сосы сейчас на каком? На третьем, что ли? Да ладно, мужики, лучше вспомнить, как мы бомбочки из окна кидали Да, это когда ты помощнику прокурору в лобовуху засветил Такое забудешь Когда родместер сказал, молитесь за Трофимова, я думал, всё Тебе, амбец Так что, Степа, придурок, это возрастно А помните, как мы палочки, мобильник, скотчем под парту приклеили? А, ну да, я до сих пор вспоминаю Молодые люди, как такое может быть? Телефон выключен, а до сих пор работает А ты тебе тырил? Нет, конечно Ну да Ну что, да, я же всегда знал, что можно всегда у тебя стрельнуть Ну что, Рекси Отставить Вольно, садись Значит, животы на солнце греем, да? Или турники подпираем? Да никак нет, товарищ прапорщик Отдыхаем после подхода После подхода к чему? Ну, к турнику К турнику, я думал, вы тут пресс качаете Гогот такой стоит, вот на плацу слышно Так мы, товарищ прапорщик, мы вспоминаем Вспоминаете? Что же вы вспоминаете? Ну, что, как молодыми были А сейчас старики, что ли, а? Да нет, ну, просто вспоминаем, что мы творили, когда сосами были Да, смешно, 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 смешно Забыл, как ты сломанную лыжу скотчем клеил, а? Думаешь, я не вспомню, а? Ну, что такое, проявил смекалку Смекалку проявил После этого ни лыжи не стало, ни смекалки, ни скотча О, а помните, как мы в кабельтехимии стекло разбили? Чего? Так, ну-ка, стоп, стоп, стоп Это в прошлом году, что ли, а? Так, значит, это вы были Это из-за вас первый взвод Полдня на плацу мурыжили, так, что ли? Блин, печка Что печка? Молодец, Степан Сознался, объявляю тебе благоданность Ну, что молчишь, что надо сказать? А что говорить? Что говорить? Служу Отечеству? Или там, рад стараться? Ну, ладно, Рексы Встать Равняйсь смирно и за мной шагом марш Куда, товарищ Прапович? На плац Будем восстанавливать историческую справедливость Товарищ Праповичик, это ж когда был-то? Макаров, мы ведь не уголовный розыск У нас срока давности за преступление не существует Так, все, кругом и шагом марш! А ну, отставись! Куда намылились? Ну, как куда? На плац На плац? Что же мне? Мы, старики, ведетесь как молодые В следующий раз мой вам совет, когда будете свои мемуары писать Ну, все-таки соображайте немножко О чем можно вспоминать, рассказывать О чем лучше забыть Всем ясно? Так точно! Отдыхать! Ну, печка! Копечка! Ну, сейчас что-то не зайдем! Сейчас подход, все! Иди, давай! Давай, прыжь! Прыжь! Трофимов, я разрешил почту проверить и в поисковик зайти, а не анекдоты по сети качать Слушай, Синиц, может, в покер по сети, а? Я когда? Вон, печку попроси Да ну! Печка не рубит нифига! А мне соперник нужен! Сухой! Ну, мне Ксюха письмо написал, надо ответить А, ясно! Ну, ты тогда привет от меня передавай! Обойдешься! Скоро сам передашь! В смысле? Да она прилетает в четверг после обеда Че, насовсем? Нет, тебя повидать и потом обратно! Ну что, третий взвод? Проверил я ваши самостоятельные Можете забрать работы Суворовец Сырников Раздайте тетради В чем дело, Сырников? Я сказал, раздайся Леха, подожди! Чего? Слушай, мы с Трофимом что-то не врубились Тебя за самостоялку информатика что поставил? Опять? Сухой, я же говорил, я в журнале видел Так а что за фигня? Мы же этот алгаритом втроем писали А вам? Ну вообще-то мне он четыре поставил Трофим вообще четыре с минусом Не понял Покажи тетрадь Пожалуйста Блин, нормально Один в один же Слушай, Сухой, что-то он в последнее время на Леху запал Кто запал? Да курсор За работу с места пять За самостоятельную пять Так он же это, на той неделе ему пару влепил Может вину заглаживает Да может заглаживает А может от его погладили, где надо В смысле? Да нет, просто странно, не похоже на курсора Пойдем, Сухой Не парься Так, заканчиваем прием пищи Перепечка Ты есть собираешься? Обед заканчивается А я это, поел уже Как поел? А это чье? А, я не знаю Как не знаешь? Ну, а, нам лишнюю порцию поставили Они что, до четырех считать не умеют? Ладно, съедите в качестве добавки Мы не хотим, товарищ Препыч Не хотите? Хорошо живете Ладно, закончили прием пищи И выходим строиться Живо! Разрешите сложиться перепечка? Ага, я помню Третий курс, третий взвод С чем пожаловал? Я это, ну Взвеситься хочу Разрешите? Так ты же недавно взвешивался А, просто я тот листочек потерял Давай, взвешивайся Спасибо Блин! Кхм-кхм Ой, извините Скажите А, они у вас правильно показывают? До сегодняшнего дня правильно показывали Что-то не так? Да нет, просто Листочек дайте Зачем? Ну, ты же записываешь А, нет, спасибо Ну, смотри Спасибо большое Ну че, мужики На чем поедем? Ну, я предлагаю на 25-м Там народу меньше Как раз возле библиотеки останавливается А может, лучше на 17-м? Он чаще ходит Да ну нафиг этот 17-й Там еще целая остановка пешкодрамчиком Слушай, народ Давай и тачку словим, а? Я угощаю нас как раз четверо Трое Мужики Я как раз хотел попросить вас Может, прикройте, а? Куда замылился? Да мне свалить надо Я Ольке стрелку забил И у нее как раз сейчас форточка на работе Ну, прикройте, какие проблемы? Ты, главное, к ужину успеет, да? Да и если что, Олька в ресторане покормит Она же теперь при бабосах При каких еще бабосах? Не, ну как, ты же сам сказал Она теперь инкассатором работает Ну, это ты сразу запомнил Ну, конечно, такие же бабосы Ладно, мужики, давайте Я вас потом тезисом перекатаю Давай Ольке, привет Ага, в засос Музыка Да Разрешите? Леша, проходи, конечно Каким ветром, сын? Товарищ майор, разрешите вам задать один вопрос? Валяй, только Что это ты вдруг так официально? Пап, ты разговаривал с информатикой? Ну, о чем? Ну, я откуда знаю, о чем? Откуда он мне стал ставить пятерки просто так? Откуда я знаю? С какой-то радостью он тебе стал ставить пятерки Если преподаватель ставит пятерку Значит, ты ее заслужил? Ты разговаривал с информатиком или нет? Леша Мне неприятно твоя категоричность У тебя какие-то проблемы? Да, проблемы Весь взвод видит, как мне на халяву пятерки ставят Ну, что значит на халяву? То есть ты был не готов, а тебе поставили Отлично? Ну, что-то вроде того Леша Ты заканчиваешь Суворовское училище А не институт по созданию искусственных проблем И не ищи их там, где ими даже не пахнет Чаю хочешь? Ты разговаривал с информатикой? Нет Я с ним не разговаривал Весь взвод у него видят Да пусть они видят, что хотят Тебе до выпуска осталось всего ничего Вот тебе об этом надо думать Может, все-таки чаю? Спасибо, я только что из столовой Так, а у тебя там что? Ес! Учись у папочки, пока я жив Алло, Оль, да Ну, че, ты где? Уже? А, ну да Слушай, я тут немножко опаздываю Да блин, нас это Нас построили резко, в общем Да, уже речу Угу Уже речу Скоро буду Ну все, давай, давай, давай Целую, я тебя тоже Так, ну давай, Родак Давай, ну хорошенький Даешься, давай Алло, Анжела, привет А ты где сейчас? А, а я в городе Ага Ну, мы в библиотеку ходили Да Слушай, у меня сейчас свободный часик Может быть, погуляем? Так Ну все, давай тогда на том же самом месте Ага, буду ждать А ты скоро придешь? Ну все, давай А булочки из корицы у вас свежие? Свежие Ну, то что привезли Четыре штучки, пожалуйста Ваш мешочек Еще два ушка И четыре трубочки Спасибо Вы стоите? Нет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извините, а сколько у вас батон стоит? Двенадцать рублей А дайте мне, пожалуйста, один Пожалуйста Спасибо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дурак, дурак, нельзя? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оль, Оль, Оля! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Оль, ты куда? Я тебе русским языком сказала. На работу. Так у нас же есть еще 15 минут. А пообедать я, по-твоему, не должна? Так а в чем проблема? Пойдем в кафе. Я тебя угощу. Товарища своего угости. Оль, Оль. Оль, ну зачем ты так? Степ! Привет! Привет. А что так долго? А ты извини, я сюрприз тебе готовила. Ага. Какой сюрприз? Ну на, держи. Что там? Ну посмотри. Там с разной начинкой. Давай ты угадаешь, какая с чем. Убери, я ничего не буду угадывать. Степ, что случилось? Ничего не случилось. Просто мне не надо. Да почему? Ну просто я не хочу. Степ, ну попробуй хоть. А не знаешь, какие вкусы? Я сама для тебя готовила. Ну, я не хочу. Я ничего не буду пробовать. Степ, да что случилось? Да ничего не случилось. Просто мне уже пора идти. Как идти? Вместо своих пирожков лучше бы вам пораньше пришла. Все, пока. Степ, ну... Субтитры подогнал «Симон» Прикинь, раскрыли все на следующий же день. Да малолетки оказались. Пришли мы на рынок, а они там. Стоят, красавцы. Да. Подожди, не отлучайся. Здравствуйте. Слушаю. Извините, а как мне найти Олю Куршакова? С миноискателем. В смысле? Видишь, ее нету. Да, все вернули до последней пуговицы. Ага. Ага. Простите, а вы не знаете, где она? Секунду. Слушай, командир. Солнце в «Дените» все работает. На выезде она. Чего ты там говорил? Да нет, какая премия? Он говорит, это ваша работа. Прикинь. Борисович, я тебе перезвоню. Извините, а вы не могли бы вот это Оле передать? Вот это что такое? Цветы. Тебе во сколько в училище? М-м-м, еще ровно 57 минут. Так, может, дома поужинаешь? Давай я что-нибудь разогрею. Отставить, мам. Ну, ты же сама знаешь, режим. Желудочный сок вырабатывается строго по расписанию. Хм, отставить. Вот, уже и матерью командуешь. Мам, ты же сама знаешь, что будущий офицер, он должен тренироваться. Отставить тренироваться на матери. О, у тебя тоже классно получается. Кстати, вы там с отцом о чем договорились? В смысле? Ну, он же перед отъездом заезжал к тебе. Ой, мама, если ты сейчас при институте, то давай лучше не будем. Почему? Да потому что я не хочу. Или вы до конца жизни за меня все будете решать. Так что ли? Ну, подожди, Макс. Ну, вот что ты рубишь с плеча? Отец желает тебе добра. А я себе зла, так что ли, да? Ну, что ты забудешься? Да потому что я сказал, что не хочу разговаривать на эту тему, и все. Кто там еще? Понятия не имею. Слушай, Макс, там к тебе Лиза пришла. Лиза? Я сейчас. Привет, Максим. Привет. Как дела-то? Слушай, Лиза, мы же вроде с тобой обо всем договорились, и я с тобой рассчитался. Максим, у меня к тебе есть очень серьезный разговор. Какой еще разговор? Может, чай попьем? Салют. А то давно не виделись. А ты что такой кислый? Да блин, позвонил тот придурок, теперь строчимый в трех экземплярах. Гордеешь, что ли? А кто еще у нас придурок? Ну, ясно. Что это? Цветы. Я вижу, откуда эта красота? Тебе принесли. Мне? Кто? Художник один. Какой художник? Бедный, который картины и дом. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Это самое. Профокал и на все бабки купил. Вот это вот. Ну, в очках такой своровец. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова